Привет, друзья! Я Красовский Сергей, подростковый психолог. Сзади меня вы видите рекламу делового Крыма. И это прекрасное событие происходит в субботу 7 декабря. А я хотел бы вам рассказать один очень интересный прием, который позволяет наших прекрасных детей мотивировать на добрые дела. Ну, например, кровать заправить или на мероприятие какое пойти. Схема работает примерно так. Вы говорите ребенку, там, заправь, пожалуйста, кровать. Ну, и ребенок начинает всячески пытаться снять с себя ответственность. Ну, то есть, говорит, там, нет, не могу, не буду, еще что-то. И вы тогда говорите, молодец, очень здорово. Вы знаете, мне прям понравилось, как ты так вот взял и так сказал, прям нет, прям так у тебя получилось твердо, так уверенно. А знаешь, вот еще вот Валентина Ивановна про тебя говорила, что ты вот очень хорошо там на уроке ответил там по геометрии, а еще вот классная руководительница тебя хвалила. И я вообще очень горжусь, что у меня такой прекрасный сын, ну, или такая прекрасная дочь. Но что-то меня вот терзают сомнения. Как же ты такой человек с такими высокими результатами кровать не можешь заправить? Или у тебя возникают сложности с заправлением кровати? Ну, как-то, не, я, конечно, в тебя верю, ты, конечно, мой сын, и моя дочь, все это хорошо. Ну, как-то сомнения все равно терзают. Очень сложно против этого приема двигаться. Вообще сложно. Взрослому человеку сложно отказаться от такой манипуляции. Ребенку будет еще сложнее. Самое главное, запомните один очень-очень важный момент. Первое. Вы говорите комплимент. Даже если вам говорят нет. Вы говорите, да, очень хорошо, мне нравится, как ты сказал нет. Второе. Вы приводите свидетельство третьих лиц. Ну, если что, можно там немножко присочинить. Но лучше, чтобы это было похоже на правду. То есть кто-то вам сказал о том, что ребенок хороший. Кто-то вам сказал о том, что этот человек достойный. И вы присоединяетесь к мнению этого кого-то, а потом говорите, ну, честно говоря, меня терзают сомнения. Я, конечно, в тебя верю. Я, конечно, в тебе не сомневаюсь. Но, однако, согласись, довольно странно человек с такими достижениями испытывает трудности в заправлении кровати. Или человек с такими достижениями, с такими успехами не может зайти на 15 минут на мероприятие и разобраться, в чем там дело. Но это как-то несерьезно. Ребенок обязательно пойдет у вас на поводу. Пользуйтесь, дорогие родители.